всем привет друзья и это ролик ну многие просили в общем я начинал ну начинаю делать студию это студия стримерская не знаю называйте как хотите и когда сказал где-то на эфире на каком-то стриме сказал что начинаю делать и кто-то говорит ну типа обзор будет всего этого происходящего в общем ребят я не строитель и в общем буду делать все своими силами с вашей помощью я думаю поэтому да чё долго короче начинаю а вы смотрите и ну и оставляйте свои комментарии чего да как в общем ну и особо не ругайте в общем есть определенные задумки как все это сделать и вот ну как у меня это в голове сложилось вот так я и буду делать но вы смотрите и оцениваете погнали так ребята загрузили все здесь еще надо кровать будет убрать все оставшиеся это что что остается ковры все поснимать вот так выглядит комната до всего этого момента в общем сейчас таскали таскали с меня прям течет здесь это тоже все поснимается радиатор покраситься ну в общем потихоньку потихоньку вы будете все это наблюдать как все это эти розетки наверно тоже здесь это остается холодильник управа здорово его хрен вытащишь все покрытия снимутся да в общем будем наблюдать фу я капец упарился также мама не горюй прям с меня течет это я не умывался это с меня так и течет в общем ну вон что что вынесли но все это вытащили разбил я ее на тех выходных на этих выходных все вытащили загрузили фу где да уже как ее посмотреть тут уже запчасти только можно показать как да полки вот она вот с подсветочкой подсветка даме с этими с наконечниками ребят кому нужна вот транспортировка чего-нибудь там перевоза груза или вывоз вот такого вот вот пожалуйста номер срисовывать и вот владелец самосвал самосвал и номер телефона это самосвал причем скидывает и туда и на бок можно скидывать в общем кому вдруг надо чё перевозки в крыму даже и не только по симферополе вообще по крыму звоните я номер закреплю в этом вот в описании отдельно да будет ролик будет называться самосвал дмитрий или дмитрий самосвал дмитрий ты самосвал в общем сам и сваливать будет то же самое это не реклама это вот наш друг он нам помогает и в общем кому вдруг понадобится звоните демократичные цены и нормальная машина машина если что и века сколько грузоподъемность две с половиной две с половиной то есть довольно много можно мебели но вот смотрите это все вот старая вывезли сейчас все это куда-то будем девать в общем здесь прямо в машине картошка есть и шашлыка пожарим ты тучку показал нет ребят в общем следите как будет все это дело преображаться а мы уже капец мы продолжаем снимать здесь без стабилизатора здесь на старую камеру все это буду снимать тучку видно наверно да какая идет прям хорошая . так что вот так ну на этом пока все а дальше по мере продвижения буду еще под снимает а потом все это вы вместе увидите более-менее пока что вроде тут как это вот сейчас буду проклеивать кое-что и потом все это дело начинать прокрашивать потом стелить линолеум в общем целое дело в общем смотрите чем пока происходит вот все убрал полы вычистил кроватище осталось на нас здесь останется пока я просто передел вентилятор колоночка игра в общем такое себе сейчас все же стены еще раз надо будет пройтись почистить но чтобы красить на этот вот здесь блин цены капец на все купил там он скотч малярный маленький валик малярный скотч большой валик и миксер косарь отдал за что непонятно короче капец ну вот как то так пока комната выглядит нет это еще будет разбираться не не переживайте как то так там посмотрим через все этого дела выйдет но пока вот так и МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Одна стена. Первым слоем прошел. Сейчас карниз. Кисточка у меня. Карниз аккуратненько, ровненько, до бортика. Ну, в общем, у меня своя задумка есть. Посмотрю, что получится. Не получится вообще, уберем карниз. Но думаю, что получится. Короче, стена одна сохнет. Но цвет я балдю. Все-таки не обманул мальчик, что маршал прикольная краска. И заколеровал как надо. В общем, продолжаю лазить, подкрашивать. Теперь тонкие части, тонкие материи. Так, ребят, ну, как-то вот так пока все это выглядит. Батарейка на сегодня села. Время 4 часа. Я вот за 4 часа... Ну, то есть сначала я мусор там вывозил, если... Ну, вы в курсе. Вы уже это видели. И вот до 4 дня я покрасил здесь в 2 слоя. Ну, грубо говоря, полкомнаты. Но батарейка села, поэтому теперь, наверное, до следующих выходных. Потому что, помимо этого, есть еще дела домашние. Короче, цельная беда. Здесь пока вот так все оставляю. Красочка вон на стремянке. Стремянка повыше, стремянка пониже. В общем, весь в стремянках, в шуруповертах. Не знаю, теперь уже зачем. Надо убрать, кстати. В общем, оставайтесь, следите, как это все дело дальше будет преображаться и меняться. Ну, как мне кажется, в лучшую сторону. Не стал я ждать до выходных. После работы сейчас прошелся, шаги поухаживал. И вот, в общем, не знаю, как это. Камера передает цвет. Ну, а я цветом доволен. Мне все нравится. Короче, прикол. По сравнению с тем, что было. Это вот такой вот цвет. Непонятно, розовый, нерозовый. В общем, он очень такой непонятный. В общем, потихоньку-потихоньку. Я так прикинул, что после работы, в принципе, тоже можно по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сейчас позаклеиваю. Кранизы эти. Плинтуса. Розетки. Ну, вот так вот. Розетки. Красочка стоит, видите. Все позаклеиваю и продолжу. Здесь высохло. Видите? А где, ну, докатывал последнее. Такие эти проплешины остались. Надо здесь один слой. Просто надо этот кусок. Еще второй слой. И, ну, вот, до чемоданов сейчас. И с этой стороны. Ну, не знаю, сколько получится сегодня. В общем, пока положу. Если что, освещение у меня есть дополнительное. Так что продолжаем. В общем, разговор. Что из этого получится, посмотрим попозже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глухая ночь на улице. Уже и музыку пришлось выключить. В общем, пока выглядит вот так. Здесь. Ну, надо угол вот этот разобрать. Короче, вот этот угол остался. Надо вытащить холодильник. Это все повыкидывать. Ковер выкинуть. Здесь вот так. Ну, еще там позаклеено все. Не обрабатывал. Розетки все заклеены скотчем. В общем, как-то вот так пока это все дело выглядит. Не знаю. Эту тоже буду красить. Но с баллона, как ничего не определилось, каким цветом. Радиатор надо отмыть, покрасить. Окно тоже просто надо отмыть. Красить не буду. Но пока, во всяком случае, вот как-то так. Вот, видите. Здесь раз. Ну, здесь в один слой это так. Я кастет, валик вымазал. Поэтому здесь надо будет еще слой. А там вроде как уже, ну, два слоя. Здесь получается два слоя. Два. 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 И здесь два. Там один. И вот это вот вообще ничего. В общем, потихоньку продвигаемся. Как закончу. Вернее, как в следующий раз приду к этому. Помылся просто так. А как в следующий раз приду делать, включусь. И будем продолжать. Буду вам показывать, что и как это выглядит. Так, ну что. Очередной день. Основная покраска закончена. Это же комната покрашена. Вот так все это выглядит. Ну, Игорь. Или вот так вот вам это, наверное, лучше будет показать. Там все еще заклеено. И карниз еще надо будет. Этот потолочный принтус еще раз надо будет проходить. Потому что здесь, 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 здесь. Здесь уже более-менее. А здесь вот, видите, он пенопластовый. И не впитывается сразу краской. Надо два раза проходить тоже. Плюс мелкие вот эти белые точечки надо все будет подкрасить. Но основная покраска закончена. Вот так все это. И будет выглядеть. В общем, закрашу плентуса. Еще раз пройдусь. Ну, это самое нудное, короче. Там вот это аккуратненько надо тыкать. Потолок заклеим. Но вот это тыканье, это капец, конечно. Короче, пройдусь. Потом все сдвину на одну половину комнаты. Начну стелить линолеум. Потом все это переставлю на линолеум. Застелю. Холодильник вытащили садь. Но он там в розетку еще воткнут. Стоит в коридоре. В общем, вот так, ребят. Я просто не особо знаю, чего показывать. Потому что сам процесс красения это нудно и неинтересно. Поэтому показываю я вам весь как чума, короче, в этом вот грязище. Вентилятор туда дует, гоняет. Потому что эту стену я отдалил мне в стенку. Только что второй раз полностью прошел. Вентилятор там гоняет. Ну, чтобы она вроде как побыстрее сохла. Полное время высыхания у нее 24 часа. А между слоями надо полчаса. Надо же покрасил полчаса, она подсыхает. И можно второй раз проходить. И вот до полного высыхания. Потому что пока она полностью не высыхает, она такая как резиновая. Знаете, ее можно взять. Как это, когда облазишь, сгорел. Можно вот так тоже содрать. А когда высыхает уже, нет, я пробовал. Краска хорошая. Еще раз скажу, это маршал краска. Я не силен в красках. Но вот это сказали типа хорошая. И правда продавец не обманул. Она и правда хорошая. В общем, пока все. А дальше, как что будет происходить. Ну, смотрите, если кому вдруг интересно, как эта комната превращается в студию. Ну, думаю, что-нибудь у нас точно получится, ребятки. В общем, как-то так. Так, у нас очередной день. Ну, с покраской я уже говорил, закончил. Линолеум. А это страшный геморрой, как оказалось. Для того, что линолеум, ну, я уверен был, что здесь 3 метра. И вроде так на скидку померяем, но вроде 3 метра пойдет. Ну, в общем, знаете, как по стандарту строили. 3 метра. Но не 3 метра. Ох, где я делаю эту штуку? Короче, получилась занятная штука. Сейчас, ребят. В рулоне раскатать негде, потому что 6 метров длина. И получается, по кусочку отматываешь. И вот столько по ширине лишнее пришлось отрезать. Это, я вам скажу, очень непросто. В общем, сейчас... Да, это 6 метров смотанная. Такая полоска, там, сколько? 17 сантиметров. А, или 12 сантиметров, короче. Ну, короче, сколько-то там лишнее. Перемерял комнату всю, по всему этим вот. И, оказывается, она не 3 метра, а 2,87 или что-то такое. 2,85. Короче, ширина. И очень занятная получилась история. В общем, это я не умывался ничего. Это я так вспотел, потому что у нас тепло. А вентилятор мне не стелень сегодня, я его не ставил. Короче, капец. В общем, я вам так скажу, очень занятная эта штука. Но линолеум мне сейчас надо еще чуть-чуть его раскатать. Потом все перенести на ту сторону, где линолеум уже есть. Потом раскатать до конца, все растает, дать ему отлежаться. Ребят, реально сил нет. Время сейчас, полодиннадцатого вечера. А мне еще мыться надо. И сил вообще, короче, нет. Я что-то заметил, что я в последнее время с этим ремонтом сильно как-то не высыпаюсь. Поэтому это капец. Ну, в общем, как вам линолеум цвет, я имею в виду. Так как стены темные, линолеум под ламинат, и он будет светлый. Ну, как серый, не белый, но светло-серый. По идее, когда отлежится, все должно получиться довольно мило. Ну, как мне кажется. Там посмотрим, что из этого всего получится, когда все застелится. Ну, в общем, смотрите дальше. Увидите, как это получится. Фух. Это трэш. Так, продолжаем ремонт. Не знаю, за как уже прошло времени. Но, в общем, покраска основная, покраска, подготовка и все это дело вроде как закончено. Все покрашено. Лежит куча мебели, которую сейчас я и начну собирать, и расставлять здесь потихонечку. Это еще не вся мебель, но пока какая есть, на что хватило. Светильники тоже еще заказал. Они еще едут. Ну, свет. Так вроде, ну, фиг знает. Такое еще, видите, по полу все какое-то, никакое. Но сама комната, типа, готова. Типа, все хорошо, все покрашено, все по-это вот, доделано. И приступаем, я же говорю, приступаем к сборке мебели. Я небольшой специалист, поэтому вам, наверное, в ускоренном все это дело включу, чтобы вы хоть, ну, поржать могли. Хотя бы будет смешно. Ну, в общем, как могу. Буду делать, как могу. Я не строитель, и не это вот. У меня был когда-то опыт, но это было очень давно. Это было 20 лет назад, даже больше немножко. Делали мы какие-то шабашки. Но все было по-другому. Материалы другие, мебель другая. В общем, все было по-другому. Сейчас как-то все более удобно. И не надо мебель на конформаты, которая собирается, чтобы руками вот этот ключик не крутить, мозоль не натирать. Я купил биту, шуруповерты, будут закручиваться шуруповерты. В общем, не знаю, ребят. Все продолжается. Студия продолжает преображаться. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Но что-то будет. Короче, смотрите, если нравится. Если нет, нафиг выключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот так, по идее, все это будет собираться. Таких стеллажа будет два. Между ними будет еще другая полка, на которой будет телевизор. Короче. Но здесь пока вроде идет все нормально. Здесь стеллажа по бокам, стеллажи стоят, посредине полка стелек. Короче. Неудобно, что раком надо все время стоять или на корточках сидеть. В общем, неудобно. Надо какой-то стульчик себе приобрести маленький. Чтоб на нем было удобно сидеть. А так, в принципе, да, собирается. Ну, мебели тут капец. Тут еще два стола. То есть здесь два вот таких стеллажа. Два стола. Еще одна тумба. Еще будет два стула. Короче, капец. В общем, я буду это вот, а вы прикалывайтесь меня дальше. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, вот они, ребята. Вот такие будут стеллажи. По бокам два вот здесь. Здесь и здесь стоять. А между ними еще будет тумба. По-моему, вот это она. Ну, короче, надо раскрывать, смотри. Или... А, не. Ну, в общем, где-то вы. Как вам стеллажик? Вроде симпатичненький, да, получается? Такой в шашечном... В шахматно-шашечном порядке. Фу. Ну, с шуруповертом это намного быстрее. Потому что там в комплекте идет обычный ключик, который руками крутит. Это точно... А здесь, представляете, на каждую полку их четыре. А, это пока вкрутишь, с ума нужно сойти. В общем, вы примерно процесс поняли, как это собирается. А второй соберу, пора ставлю и покажу, как это, в принципе, все работает. Сейчас надо придумать, с какой стороны ножки прикручиваются, как. И там еще есть какие-то запчасти, про которые я еще не понял, куда они идут. Но явно они куда-то должны вставляться. В общем, я же говорю, я не особо мебельщик. Поэтому все вот как идет, так идет. Фу, продолжаем. В принципе, какой-то час и две полки собраны. Ну, полки, стеллажи, полки, не знаю, как это назвать. Сейчас приступаю. Вот открыл, здесь посредине будет стеллаж, но он будет пониже, на котором будет стоять телевизор здесь посредине. В общем, ну, вы, конечно же, оставите свои комментарии по всему этому поводу, что вы про это думаете. И вот, ну, пока как-то вот так. Да, светильник еще прям совсем монет его. Эта штука тоже, ну, будет по-другому совсем сделана. И еще одна такая же штука. Короче, ну, светильник имеется в виду. В общем, пока потихоньку-потихоньку все. Ну, короче, собираю. Оставляйте комментарии. Ну, собралось, несложно. Но муторно вот эти все чопики пока поставляешь, потом пока все соберешь, скрутишь. Все держится, каждая полка держится на восьми чопиках и на восьми конформатах. Вот так, так что. Но с шуруповертом процесс намного устойчивее проходит. Ну, так вроде симпатичненько получается. В общем, жду вашу оценку. Что-то я подустал, конечно, но. Собрал телевизор, две полки, стеллаж. Стеллажи эти чем-то, понятно, заполнятся. Не знаю еще чем. Но чем-то мы их точно будем заполнять. И здесь перед ними будет стоять два стола, ну, за которыми мы, в принципе, должны будем сидеть. Ну, это в конце вы, я думаю, увидите. Стулья просто еще не приехали. Но вот общий фон. Думаю, у вас уже картинка потихоньку-потихоньку начинает складываться. Понятно, что здесь еще надо все вот эту кучу мебель. Тут вот еще два стола в коробках надо их разрыть. Короче, собирал, собирал, собрал пока все, что есть. И понял, что мне еще надо будет два сетевых фильтра приобрести, чтобы, ну, потому что все запитать. Там еще подсветка будет сзади. Ее тоже надо как-то запитывать будет. В общем, потихоньку-потихоньку преображается. Ну, я же говорю, а вы комментики. Не знаю, на сегодня буду столы сегодня собирать. Или уже сил не хватит. В общем, посмотрим, пощупаем, понюхаем. Ну, а так, да, вроде ничего. Так, вот так, отсюда, отсюда, оттуда. Светильник, да, не обращайте внимания, будет нормальный. Ну, должен быть. Ребята, вот и первые косяки. Заказывал стол черный, он темно-коричневый. Я заказывал прям черный-черный. И вот, что с этим делать, не знаю. Капец. Ну, что делать? Стол есть стол, придется собирать. Так что будем собирать. Может, потом заклею его черной пленкой. Ну, в общем, что-то придумается. В общем, приступаю к сбору стола. Один, вот второй лежит еще запечатанный. А вот первый. Ну, короче, сейчас буду собирать. Не знаю, что из этого всего получится. Ну, что-то должно. Короче, буду собирать. Фух, ребятки. Что-то я совсем... Шуруповерт сел. На сегодня, значит, все. Потому что шуруповерт сел. Да и, в принципе, все, что я хотел, на сегодня сделал. Столы, хоть и не черные, но вроде смотрятся неплохо. Да, вот так это и будет. За ними будем сидеть. Мы здесь, перед нами, где-то вот здесь будет стоять камера, которая все это будет снимать. В общем, по идее, должно быть очень неплохо. Но плюс, я же говорю, полочки заставятся. Там появится подсветка задняя, заднего плана. Поэтому должно, должно быть очень и очень, ну, неплохо. Как мне кажется. Фу, на сегодня все, ребятки. А продолжение уже, ну, как... Как появятся деньги на остальную мебель, там, на стуле. Ну, и на все остальное будем уже доделать. Здесь еще надо убраться, потому что бардак, срач такой. Везде эти инструкции какие-то валяются. Непригодившиеся запчасти. В общем, куча-куча всего. Но, как бы, вот общая картина. Все, колонки перенес. Поставил колонки, ребят. На сегодня все, короче. Помылся, пошел. Ну, в общем, ну, не знаю. Вроде как нравится. Не могу сказать, что прям вау, пушка-гонка. Но прям нравится. Даже говорю, еще сделаю подсветку. За телевизором и за вот этой полкой будет синий неон светится. Гибкий этот. Приколочу туда. Ну, повешу. Должно быть, по идее, недурно. Посмотрим, как получится. Там будет подсветка. Здесь, за этими полками, наверное, тоже будет подсветка еще какая. Не знаю, но, по идее, будет. А так, ну, вот общий вид. Для стримов или для кого-нибудь пригласить на интервью. Поспрашивать что-то. По-моему, очень себе неплохо. Понятно, что надо еще там пыль попротирать везде. Ну, знаете, как рабочий процесс. Был. Поэтому, ну, не знаю. В общем, все на ваш суд. У нас колонки поставил. Вот к телевизору, видите, колонки пять штук. Еще сап надо куда-то воткнуть. Не знаю еще, правда, куда. Но вид сразу прям такой совсем другой. Потихоньку еще полки заставим. Там где-то фотоаппараты, камеры какие-то будут стоять. В общем, всякое-всяче. На какие-то коробочки красивые. От какой-то техники. По идее, по идее, должно нормально получиться. Ну, стульев, правда, не хватает. Я еще не уверен, насколько они будут там стоять или сюда чуть поближе, чтобы там... Ну, сами понимаете, чтобы можно было сидеть за стулом. И человек, который вот там будет сидеть, мог встать и за всеми пройти и выйти. Здесь, здесь с той стороны проход. Я думал посредине поставить, потом понял, что два прохода слишком узкие получаются. Поэтому сделал с одной стороны, но теперь надо отрегулировать вот это вот расстояние стола сюда-туда. Но это уже когда придут стулья, поставить, сесть, и чтобы кто-то сзади прошел. Поэтому, может быть, их придется чуть на себя еще выдвинуть. Но, я же говорю, в принципе, неплохо. Все, ждем всю оставшуюся мебель, светильники и... Не мебель, стулья еще надо. Да, стулья надо приобрести. Светильники, подсветки, студийный свет, еще одна стойка должна быть. Короче, думаю, будет хорошо. Не знаю, сколько времени прошло. В общем, стулья приехали, собрал, вот стулья поставил. Столы, ну, это столы вы уже видели. Половина света есть, здесь будет вот стойка есть. А самой системы, собранной вот этой с тремя штуковинами, еще нет. Она в пути, она тоже будет. Ну, в общем, сейчас мы туда пройдем. Светильники. Повесил, вот так они выглядят. Вот такие светильники. Но светильники, это не для съемки в момент студии. Это просто, чтобы в комнате был свет, когда ничего не происходит. Здесь, ну, это неизвестно еще, что с этим делать. Свет, вот такой один есть. Зонтик второй тоже есть. Вот он. Второй зонтик, такой же. Просто сама вот эта система освещения еще не пришла. Сетевик взял под это все. Сетевики теперь, оказывается, вот такие модные, квадратные. Но еще один нужен. То есть, три розетки, четыре USB, один Type-C. В общем, модные стали светильники. Я сто лет не покупал. Стулья. Ну, не знаю, видно, наверное. Стулья два. На третий пока денег нет. Будут деньги, куплю. Там гибкий неон висит. Камеры стоят. Чехол этот стоит. Здесь шашка златоустовская. Нож висит. Златоустовский. Нож сами в Златоусте покупали, заезжали. На гайке висит. Есть еще одна. Может, на ту сторону повешу. А может, просто рядом. В общем, не знаю. Колонкой этой я пользуюсь. Здесь пока всякую хрень выставляю. Динамики. Ну, это система вот эта 5.1. Ну, то есть, большие колонки. Четыре. Маленькая колоночка. И сап. Сап еще не принес. Потому что его здесь пока некуда поставить. В общем, вот так вот. Второй светильник, кстати. Тоже имеется. В общем, вот такое. Столы. Ну, тут как бы такой небольшой обман получился. Заказывал черные столы. Пришли вот такие вот шоколадные. Не знаю, вам видно или нет. Но они шоколадные. Короче, такие, как, знаете, старая советская мебель. Взял вот такую матовую пленку. И хочу столешницы заклеить. Обязательно напишите, как вы думаете. Мне кажется, пленка будет вот к этому. Ну, как мне кажется, будет больше подходить. Потому что все в основном в монохромных тонах. То есть черное, белое, серое. И пленки вот на эту часть не хватит. Вот в чем проблема. А на столешнице должно хватить. Так что вот такая вот, ребят. Вот так. Я не все покажу. Как стулья сейчас собирали с мамой. Чуть не это. Не описались. Со стульями, короче, получилось интересно. Все стулья, все собрали. Все работает. Все. На них можно сидеть. Уже посидели, попробовали. Все нормально. Единственное, что в каждом комплекте стульев есть по два болта, которые вообще никуда не подходят. То есть как мы не пытались их куда-нибудь определить, они просто вот в тупую не подходят. Они как будто запасные. Но ровно по два в каждом. И они в два раза длиннее, чем те, на которых все это собирается. Короче, непонятно. Но фиг бы с ним. Они все тяжеленькие. Да, хороший, тяжелый. Здесь мамин уголок. Это тоже освободится. Здесь еще будет стоять кольцевая лампа. Вот так еще здесь будет. То есть вот здесь будет стоять кольцевая лампа. И отсюда как раз будет идти само вещание. Лампу там по возможности можно будет включать, можно не включать. И еще одна где-то лампа кольцевая. Но там уже надо будет пробовать в момент видео. То есть включать видео и настраивать уже все освещение. То есть здесь тоже может лампочки какие-то включать, какие-то отключать, если много света. Или там добавить мало света. В общем, чего-то будет такое происходить. Ну а вы как бы, ну короче, напишите, что вы думаете. Вот та синяя кишка, которая висит. Это гибкие неоны. Оно будет светиться синеньким там за шкафом. Здесь и здесь немножко. Я никак не придумываю, как его закрепить. Поэтому просто повесил и довольно симпатично он светится. Так что пока вот так. Так что все ваши известства пошли. Да, так что все, кто поддерживал, все донаты, про которые вы говорите, что это миллионы, которые я зарабатываю, они в данный момент уходят сюда и по чуть-чуть, по чуть-чуть сюда купаются. Вот последняя покупка этого два стула. Сегодня я только их забрал, поехал. и пленка. Пленки, не знаю, должно, как я посчитал, должно хватить на две столешницы. Но только на столешницы. Просто оказывается, матовая пленка дороже стоит намного, чем обычная глянцевая. А глянцевая, как вы понимаете, нам сюда не подходит, потому что будет бликовать. Поэтому все в основном матовое. Даже стулья такие типа велюровые, матовые. Там он видно, как я руками мацал, видите, отпечатки типа остались. Но они не кожаные. Все вроде что хотел рассказать. Поэтому, когда будем заканчивать и как полки там чем-то будем заполнять, еще все тоже буду подснимать. И вы все это тоже увидите, я думаю. Если все пойдет по-плаву. Все, ребят, до следующего включения. Я уже, ребят, не знаю, сколько там прошло и какой этот день или чего. В общем, здесь все потихоньку обрастает. Стула еще одного нет. Он должен завтра приехать собрать третий стул, поставить. Стол ее заклеил. Ну, освещение это включено такое, дежурное. Для стримов будет все. Да, я думаю. Будет вот так все освещено. Я думаю, видно. И здесь освещение довольно такое интересное будет. Ну, а сейчас мне надо шашку снять, нож снять, нагайку снять. Все это снять, отодвинуть. И та часть... Сейчас я вам покажу, как это работает. Та часть, видите, она уже с этим вот... Ну, неон сзади уже есть. Вот, видите? Сзади здесь неон есть, а здесь его нет. Потому что вот он лежит. Он должен быть. Он крепится вот на такие вот штучки. Крошечные. А штучки эти вот сюда подклеиваются наноскотч. Вот такой, маленькими кусочками. Потом этот скотч здесь клеится, снимается пленка. И клеится с той стороны вот так, зигзагом. Все это надо заклеить. Короче, их выходит здесь 36 вот таких вот штучек, чтобы закрепить неоны, а закрепить так, чтобы выходил здесь провод. Потому что сетевой фильтр вот тут. И надо все это, чтобы это туда запитывалось. Там поставил, ну, видите, здесь еще будет Polaroid. Ну, то есть тут пока то, чем я еще пользуюсь бывает. Ну, большие и маленькие мы уже не пользуюсь. Хотя вот этим можно пользоваться как вебкой. Подключать ее к компу. У нее есть такая функция. Sony, Canon. И здесь будет еще Zenit E и Polaroid. Ну, или здесь, или на двух полках. В общем, где-то здесь еще будет стоять Polaroid тот, который... Ну, сами понимаете. Polaroid, который Polaroid. Здесь златоустовские все эти примочки стоят. Колонка. Игрушки. Кстати, она рабочая. А, ее включить надо. Если что, она рабочая. И она с дымом. Так что здесь... Вот у нее отсюда дым идет. Ну, на самом деле, это пара тоже заливается. Туда водичка. И такая мелкая... Мелкая пыль водяная идет. И когда эти фонарики загораются, как будто дым. Короче, прикольная штука. Я и... Да, да. Я вот такой идиот. Мне 43 года. И я играю в такие вот тоже машинки. Свет. Пришел второй. Зонтик. Второй свет. Тройник. Ну, этот был. Этот вы видели. Этот тройной тоже... Ой! Пришел. Вот так это все будет выглядеть. Не знаю. Сейчас, наверное, у вас засвечено все это. Здесь будут шторы еще висеть. Светильники видели. В общем, все видели. Сейчас я занимаюсь... Это отодвигаю. Не он. И в воскресенье. Сегодня пятница. После стрима как раз. Это отодвигаю. Клею все. Задвигаю на место. Подключаю. И в воскресенье. Завтра мы уезжаем. Поэтому в воскресенье еще буду вешать шторы. И завтра придет стул. Но так как мы уезжаем, заберу я его в воскресенье. То есть в воскресенье, по идее, если на меня не упадет метеорит, то все будет закончено. Так, это из последних новостей, что я хотел. Сначала я думал пристрелить его степлером мебельным. Но потом передумал. Короче, вот как-то так. О, еще вот ту штуку надо куда-то деть. Вот шторы. Рулонные шторы чисто черные. Ну, по мне так симпатичные. Не знаю, как вам. Короче, я уже собрал. Чисто черный. А, да, я стол, кстати, заклеил. Если что. Но это он сейчас запылился. Надо его протереть от пыли. Там отпечатки стереть. В общем, промыть немножко. Стол заклеил, чтобы он был серый. Потому что они обманули меня. Я заказывал черное. Пришел он шоколадное. А менять я уже не хочу связываться. Вот так вот. Телевизор тоже будет работать. Там будет другая заставка. Ну, довольно прикольная я сделал. Но это будет сюрприз, когда все закончу. Покажу. Смотришь, вот так и будет выглядеть. Здесь посредине будет стоять камера. Сюда снимать. И мы втроем будем сидеть в ряд. А не за углом, по углам. В общем, все должно получиться. Ну, пишите. Что вы по этому поводу думаете. Я пока занимаюсь вторым вот таким неоном. Потому что этот светится. А этот не светится, а просто лежит. Ну, по большому счету справился. Но получился разный цвет. Этот голубой, этот синий. Принципиальная разница или нет? Думаю, что нет. Ну, ребят, ну что сделать? Ну, не угадать, блин. Просто этот неон заказывался год назад. А этот три дня. А заказывал я этот. Нашел и заказал точно такой же. Ну, в покупках. Нашел какой он был. Заказал точно такой же. А он приехал вот такой. Поэтому, типа, технологии меняются. И... И все. И ничего из этого не выходит больше. Ну, в общем, по-моему, все равно неплохо. Ну, я же говорю, со светом. Вот с таким. То есть не особо видно. Плюс телевизор будет светиться. В общем, все должно быть чики-пики. Теперь надо обратно это поставить. Сюда принести. Еще кое-что поставить. Короче, все еще надо расставлять. Но с неоном я закончил. Этот подсвечивается. Этот подсвечивается. Запарился клеить вот эти штуковины. Они у нас все слиплись. Это те, что остались. В коробочку, чтобы не потерялись. А эти еще не заклеенные. Короче, все надо в одно место. Чтобы не потерялось. Вдруг, когда еще, где пригодится. Вот так. Я сейчас не знаю, вот на эту камеру с этим светом вообще видно или нет. Чего-то как. Ну, в общем, думаю, вы мне напишите. Все. На сегодня здесь все. Днем готов. Надо кнопочку нажать и все выключить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребят, именно вот так все это и будет выглядеть В общем, я в принципе доволен Еще раз хочу выразить огромную благодарность Всем, кто нам помогал в осуществлении вот этого всего задуманного Ну, еще раз говорю, очень хочется услышать ваши комментарии по этому поводу Что вы думаете Потому что, ну, я как мог старался со своей стороны все, что мог, сделал Ну, а вы уже обязательно оцените, получилось у меня или нет Сейчас я буду сидеть настраивать все для завтрашнего стрима Завтра стрим, вы это уже увидите Ролик выйдет после того, как выйдет первый стрим с нового места Так что завтра у нас стрим Эту картинку вы уже видели Ну, а там человек здесь сделал Обязательно посмотрите Вдруг вам тоже будет это интересно В общем, ребят, вот такой вот ролик Просили сделать ролик о том, что, как будет И что из этого всего получилось Вот получилось то, что получилось Полки еще наполовину пустые Чем-то еще будем заставлять, доставлять Честно говоря, не знаю чем Но чем-то точно будем За силу не змею вас задерживать Я еще раз говорю всем спасибо Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Теперь у нас будут стримы вот с таким вот примерно видом Но, естественно, он будет чуть пошире И чтобы все три репы наши влазили За силу не смею вас задерживать Всем спасибо, всем пока-пока